ЗВОНОК В ДВЕРЬ Завтра стартуют командно-штабные учения. Пробегом по городу, как нижнекамские байкеры, закрывали мотосезон. Руками за медалями армрестлеры отбирают команду для республиканских соревнований. Об этом и не только прямо сейчас. Это новости на телеканале НТР в студии. Александр Комаров. Здравствуйте. Жители обвиняют коммунальщиков во вчерашней гибели человека, на которого упало дерево. По их мнению, ответственные долгое время игнорировали их просьбы, оспили деревьев, что и привело к тому, что случилось. Ситуация эта очень щепетильная. У многих сразу после трагедии накопилось много вопросов, ответить на которые в исполнителем комитете решились сегодня. Вчера коммунальное руководство так и не решилось на разговор. Ситуация скверная, распластанная под рухнувшим деревом тело и не сдерживающие эмоции жители. О том, что скверно тукай опасен, они предупреждали и не раз. Были, были, были. Вот с этой стороны, вот тут вот на машину упало три дерева сразу тогда. Это как пилили. Ой, вы знаете, это, наверное, осенью. Два года заявление пишу, разрешение есть. Но пилить. Мне сейчас и случай ждут тоже. Пока кого-то убьет, тогда придут моменты. Чуть в суток мы коммунальные услуги сразу бегут. Штрафы платить и все. А тут такое... Сегодня власти города сами пригласили журналистов. Признали, жалобы от жителей Тукая были. Тогда сухие деревья оперативно убрали. Береза, которая убила нижнекамца, аварийной не была. Смерть мужчины с течения обстоятельств. Шквалистый ветер и он. Проходящий не в то время и не в том месте. Признаки ветхости не были выявлены. То есть на дереве находились. Находилась листва. Значит, само дерево было сломлено не у основания. То есть оно не было прогнившим. Вчера был достаточно сильный ветер. И в различных микрояновых городах также, будем говорить, были где-то сломлены небольшие ветки. Значит, этот роковой случай, по-видимому, произошел из-за погодных условий, из-за сильного порыва ветра. Ветер к ответственности не призовешь. Тогда кого и кто поможет осиротевшей семье? Вопросы, которые теперь задает практически каждый нижнекамец, остались без ответа. Выводы сделают следственные органы. Значит, официальные выводы. Поэтому на этот вопрос я ответ давать неуполномочен. А можно спросить о помощи семье? Да, у моих будущего как они будут? Пока не готов на этот вопрос ответить, будем рассматривать. Между тем, ответственность за зеленые насаждения в городе лежит сразу на нескольких службах. Придомовые территории относятся к управляющим компаниям. Городские и магистральные на балансе муниципалитета. К слову, на работу по содержанию деревьев и кустарников в этом году выделены немалые средства. Около пяти миллионов в рамках природоохранных мероприятий. Плюс муниципальный контракт на 730 тысяч рублей. Из этого кошелька порядка 70 деревьев были признаны аварийными и спилены. Надеемся, что на детальное обследование злополучного сквера, который проведут в ближайшее время, денег хватит. Наталья Лушникова, Марсель Джураев, Новости НТР. Мальчик в сознании, операция не понадобилась. Казанские врачи оценивают состояние ребенка как стабильное. В РКБ юный Нижнекамец попал после трагедии на стадионе «Дружба» во время республиканского первенства по футболу. Десятилетний мальчик зацепился за ворота, раскачивался и упал. Ворота его накрыли. Ребенок получил черепно-возговую травму. При поступлении его состояние оценивалось как тяжелое. Сейчас же пострадавшему лучше. Ситуация находится на контроле прокуратуры республики. И после окончания проверки будут приняты меры прокурорского реагирования. В ходе проверки предстоит выяснить обстоятельства случившегося, а также способствовавшие этому причины и условия. В том числе соблюдение требований законодательства при организации и предоставлении спортивно-физкультурных услуг населению. Судебное дело телефонного террориста рассмотрели за одно слушание. Нижнекамец угрожал взорвать жилой дом. К счастью, дальше угроз делаем не пошло. Задержанный же сам пожелал, чтобы разбирательство этого преступления завершилось как можно скорее. И активно помогал следствию. Алсу Арсланову сдала причину, которая натолкнула мужчину на взрыв дома. Я не требую состояния. Алкоголь и проблемы в личной жизни толкнули мужчину на преступление. Он хотел привлечь внимание жены, но обратил на себя взоры всех экстренных служб. Умышленно и целенаправленно сделано вложенное сообщение о том, что подожжет и залет дом. В ходе проведения первоначального следственного действия оперативно-физкультурных мероприятий информации об обвозе взрыва и обжога не подтвердились. А дурманенное сознание никак иначе. Алкоголь превратил мужчину из рыботяги в телефонного террориста. Не угрожать, не взрывать, не собирался. Вообще он человек мирный и мухи не обидит. Это подтверждает и характеристика, которую собрали во время следствия. Ранее он не судим. Уголовной административной ответственности никогда не привлекался. В поле зрения правоохранительных органов он попал впервые. На учете в наркологическом диспансере, в психонепрологическом диспансере он не состоит. По месту жительства от соседей, участковый полномочий, характеризуется с положительной стороны. Больше такого не повторится и я не буду себя вести. Я раскаиваюсь. Извините, пожалуйста. Подсудимый действительно искренне раскаялся. С начала следствия он сразу признал свою вину. Просил рассматривать дело в особом порядке и не судить строго. По 207 статье максимальное наказание штраф 500 тысяч рублей. Либо ограничение свободы на срок до трех лет. После завершения процесса мужчина признался, что у него сегодня день рождения. И судья сделал ему самый лучший подарок. Приговор оказался достаточно мягким. Нижнекамца признали виновным в качестве наказания ограничение свободы сроком на один год. В течение всего времени мужчина должен с 10 часов вечера до 6 часов утра находиться дома, не выезжать за территорию Нижнекамского района и отмечаться в уголовной исправительной инспекции. Алсуар Сланова, Евгений Лозаев, Новости НТР. В 45 микрорайоне нечистоты из колодца выливались прямо у территории 93 детского сада. Таким сообщением в системе народный контроль заинтересовался Росприроднадзор. Жалоба поступила от жителей близлежащих домов, которые задыхались от зломонного запаха. Работники водоканала уже ликвидировали течь. И теперь о коммунальной аварии напоминают небольшие, но неприятно пахнущие лужи. Сотрудники Росприроднадзора проведут проверку этого случая. Для выяснения всех обстоятельств данного дела Росприроднадзор направит запрос в Нижнекамский водоканал. Для установления всех причин и о принятых мерах данная авария. По результатам получения ответа от Нижнекамского водоканала будут приняты меры либо административного воздействия, либо профилактического воздействия. Живет под лестницей, хотя квартира в метре от него. В доме Муродяна 16А сейчас обитает бездомный. Его выгнали родные и теперь мужчине некуда деваться. Ко всему прочему он болен онкологией. Но без документов к нему даже скорая не приезжает. Жители подъезда кормят его и хотят с нашей помощью попробовать куда-нибудь пристроить бездомного. Вас выгнали из квартиры, да? Да. А когда было это? В чеване. Он не понимает. Как вы себя чувствуете? Нормально, так. Этот мужчина уже потерял связь с реальностью. Он истощен и очень болен. Рак губы четвертой стадии. Подъезд стал его ночлежкой после того, как родственники вытолкали на улицу. Его зовут Юрий Аркадьевич Лазарев. Мужчине 58 лет. Он живет здесь больше года. В квартире номер 15. В свое время он жил с мамой. Совсем в другом микрорайоне. Мама умерла. Сестры квартиру продали. Одна из них взяла его долю. И взяла его жить к себе. Сестра умерла в июне. А ее дочь – племянница. Юрия тут же выгнала дядю на улицу. Он нигде не прописан, но в квартире номер 15 остались его документы. Правда, получить их мужчина не может. Первого числа племянницу арестовали. Она лишена родительских прав. Сын сейчас живет в другом месте, а квартира пустует. Участковый недоступен у него номер. Начальник участковой службы недоступен. Вот уже 112 позвонили сегодня. Он уже вообще на карачках ползает, на четвереньках. Вот посмотрите на него. Скорая сказала, что мы таких не забираем. Пищу и воду Юрию приносят соседи. Попасть внутрь и забрать документы получится только через родных, если они сюда придут. Вскрыть дверь с полицией можно, если Юрий через суд докажет, что он там жил. Но посмотрите на него. Разве это возможно? Получается замкнутый круг. Увы, но в современных реалиях, если человек попал в трудную жизненную ситуацию, добиться правды очень сложно. Мы позвонили в Центр милосердия. Специалисты обещали выехать на место и оказать помощь бездомному. Ну а дальше, возможно, получится найти ему пристанище. Мы будем следить за судьбой Юрия. Светлана Жемкова, Евгений Лазаев. Новости НТР. Об этой теме нам сообщили телезрители. Если у вас тоже есть важная или интересная информация, то связаться с нашей редакцией можно по телефону 40 0 7 70 или посредством сайта его адрес ntr.defiz24.ru или через мессенджер WhatsApp, его номер 8 917 9373077 с другим темом. Жители дома, который был сдан неделю назад, переживают за безопасность. Они боятся упасть в открытые колодцы, которые находятся рядом. Но оказалось, опасная ловушка поджидает не только пешеходов. Альбина Валеева поговорила с недовольными людьми. Вот открытый люк. Очень как бы опасно. Эту опасность Лола Нафикова заметила пару дней назад. Ничем не прикрытый колодец держит в страхе не только молодую маму, но и всех жителей 123-го дома по проспекту Мира. На дне ловушки можно оказаться в любой момент. Ночью ее можно просто не заметить. Когда дети будут ходить, очень опасно. Даже на машине разворачиваться, можно колесо на заехать. Самое интересное, что открытые люки по всему 123-му дома по проспекту Мира. У всех рядом расположены металлические крышки. Но они почему-то не закрыты. Не закрыты четыре люка и ливневка на дороге. И по всей видимости, это дело рук не охотников за металлом, а халатность рабочих. Новый дом обслуживает управляющая компания РСК. По словам инженера, на данном участке ведут ремонтные работы сотрудники водоканала. Сейчас наши бригады специалистов выйдут на место, разберутся. Если это колодцы, которые принадлежат нам, они их закроют, обеспечат безопасность. Если это колодцы, не принадлежащие к нашей организации, то в случае они все равно это обследуют и позвонят в ту организацию, чьи это колодцы. Таким образом вопрос должен решиться. Если этот вопрос все-таки не решится, новоселы могут оставить заявку в круглосуточной диспетчерской службе, управляющей компанией ее номер, вы видите на экране. Альбина Валеева, Марсель Джураев, Новости НТР. Несколько машин, по словам очевидцев, успели пострадать, прежде чем коммунальщики закрыли сломанный люк на проспекте Химиков. С утра водительское сообщество взволновало расколотая канализационная крышка недалеко от остановки Тихой аллеи. В открытый люк, по одним из данных, успели залететь четыре водителя. Другим участникам движения пришлось резко тормозить при виде такого опасного препятствия, либо же маневрировать в другой ряд. Серьезных ЧП избежать удалось во второй половине дня. Проезжать по этому участку дороги можно было, не опасаясь за безопасность. Завтра в 10 часов утра загорится торговый центр «Лента». Конечно же, условно. С 10 октября в городе пройдут командно-штабные учения. В торговом центре будет отработка действий при поступлении сообщения о пожаре на объекте с массовым пребыванием людей. Через час тушить будут загоревшийся автобус. Произойдет это по адресу Шинников, 23. Как действовать при столкновении двух водных судов? Эту ситуацию будут отрабатывать в 11 часов 30 минут на пляже Кама. А в половине третьего в поселке Афанасово начнут отрабатывать действия, связанные с особо опасным инфекционным заболеванием у животных. Основной этап учения будет проходить 10 и 11 октября. Спасатели также будут проверять сигналы оповещения с включением аварийных сирен и подключение громкоговорящей связи на автомобилях экстренных служб. Людей просят не паниковать и к массовому появлению спецтехники на улице в эти дни относиться с пониманием. Шумно и зрелищно нижнекамские байкеры закрыли свой сезон, пригласив на пробег мотобратства из соседних городов. На приглашение откликнулось более 40 железных коней. Но перед тем, как промчаться по городским улицам, байкеры травили байки и рассказывали легенды нашему корреспонденту. Нашивки на косухе как удостоверение личности. Донтист среди своих, стоматолог по профессии, Эдуард по паспорту, путешественник по жизни. На своем байке он уже объехал пол Европы. Совершенно другие ощущения, чем просто лететь на самолете. Когда на самолете перемещаешься, это получается такая телепортация. Тебя просто переместили в другое место, и ты ходишь, смотришь, что там происходит. В общем, это не так интересно. А когда ты перемещаешься из одной точки, видишь этот путь, как проходит этот путь, совершенно другие места, как меняются дороги, меняется климат, меняются люди. Это действительно интересно. Интересного в жизни байкеров много. Приключения, риск, страсти и легенды на каждом километре. Меня всегда интересовало, почему у байков такие высокие рули. Оказывается, сейчас, сегодня, это просто дань стилю. Но существует легенда, что когда в США были байкерские войны, такая высокая постановка руки защищала их от ударов палкой. В наши дни байкеры не воюют. Организуют клубы, встречи и совместные поездки. Так называемые прохваты. Так вот, закрытие сезона – это мега-прохват. На нынешний съехалось около 40 железных коней. География – все окружные города. Казань, Заинск, Челны, Альметьевск. Самая главная наша цель – это общение. Это общение. Это просто очередной повод, чтобы мы увидели все вместе. У кого-то бизнес завязан, кто-то просто ему нравится мотоцикл, и он общается о мотоциклах. Здесь не только связанные мотоциклами люди. Просто друзья клуба, те, кто общается, те, кто любит путешествовать. Закрывают этот сезон нижнекамские байкеры безаварийно, за что и получили благодарность перед заездом от сотрудников ГИБДД. У нас имеется дорожно-транспортное происшествие с участием мотоциклистов, но мотоциклисты и мотоциклы, скажем так, сельских местностей. Такие скоростные транспортные средства, мототранспортные средства, которые имеются в наличии у вас, с участием таких именно мотоциклов у нас дорожно-транспортных происшествий, слава богу, не произошло. Быстрые спорты, вальяжные чопперы отправляются в свой крайний в этом сезоне заезд. Холодное время железные кони переждут в гаражах. А пока колонна мотоциклистов несется по городским улицам. Шумно и зрелищно. Наталья Лушникова, Рафаэр Ракипов. Новости НТР. Нижнекамцев приглашают на творческую встречу с известным артистом театра и кино Алексеем Гуськовым. Она состоится завтра, 10 октября, в кинотеатре «Синема 5» в 18 часов. Алексей Гуськов приезжает в Нижнекамск, чтобы как продюсер и исполнитель главной роли представить новый фильм «Вечная жизнь» Александра Христофорова. В 2016 году он обратился к генеральному директору Татнефти Наилю Маганову с предложением принять участие в финансировании своего творческого проекта. В итоге, благодаря поддержке татарстанской компании, состоялись съемки ироничной комедии о смысле жизни и любви. Напоминаем, творческая встреча с Алексеем Гуськовым пройдет завтра, 10 октября, в кинотеатре «Синема 5» в 6 часов вечера. Круче, чем под Новый год. В честь юбилея в гипермаркете «Эссен» феноменальные скидки до 55%. Купить товары по приемлемым ценам можно будет до 29 октября. Для своих покупателей «Эссен» подготовил сюрприз – купон на скидку до 100%. Как его можно получить, расскажет наш корреспондент. Гипермаркету «Эссен» 15 лет. В честь юбилея ярким и красочным стал торговый зал. Хорошее настроение создают не только воздушные шары, но и цены. На разные виды товара объявлены феноменальные скидки. Щедрыми будут и выходные. Хорошо, конечно, хорошо. Для пенсионеров очень даже. Никогда же денег не хватает. Хорошо, что здесь скидки. Очень нравится. Многие товары, многие продукты, питания. Это влияет на кошелек. Частенько в «Эссен». И у нас рядом «Эссен». Здесь вот заезжаем частенько. Ну что, цены вроде как-то и пока товара очень много, глаза разбегаются. Нормальная цена здесь всегда была. Частенько бывает. От изобилия товаров и скида глаза действительно разбегаются. В честь дня рождения гипермаркет «Эссен» предлагает приобрести по доступным ценам колбасные изделия, макароны, чай, кофе, игрушки, шампуни, текстиль для дома и многое другое. К тому же, того, кто совершит покупку от 1000 рублей, ждет гарантированный подарок в виде купона на 100 рублей. Прямо в чеке. Не выкидывайте его, а воспользуйтесь при следующих покупках. Обязательно нужно скидки делать, потому что у всех доход разный же. Ну, кому-то понравится, кому-то не понравится, подороже возьмут. Так что мы вот пришли по скидкам. Так что будем покупать. Ознакомиться с полным списком товаров, на которые распространяются скидки, можно в каталоге на инфостойке, либо в мобильном приложении «Эссен». Более того, для своих покупателей гипермаркет подготовил сюрприз – купоны на скидки до 100% на покупки. Для этого необходимо зайти на сайт «эссенюбилей.рф» и получить купон. Праздничные скидки в честь юбилея гипермаркета «Эссен» будут действительны до 29 октября. Жители и гости Нижнекамска, которые ценят натуральные продукты и оригинальные товары, с 10 по 14 октября смогут посетить уже полюбившуюся всероссийскую ярмарку. Она пройдет в нашем городе уже в четвертый раз. Торговый павильон с интересным ассортиментом продуктов и товаров от предпринимателей со всей России развернется у гипермаркета «Эссен» по проспекту строителей. Чем в этот раз будет удивлять ярмарка выставочного центра «Удмуртия» в нашем следующем сюжете. Жители и гости Нижнекамска, встречайте всероссийскую ярмарку от выставочного центра «Удмуртия». Комфортабельный мобильный павильон уже построен в нашем городе и готовится к открытию. С 10 по 14 октября предприниматели из разных уголков России порадуют вас свежими, вкусными и полезными товарами. Отличный выбор мясных, рыбных деликатесов, сыров, чая и меда. Богатый ассортимент теплой одежды поможет не просто обновить гардероб, но и создать индивидуальный образ. Куртки, шубы, красивые палантины, трикотаж из шерсти якой и горной козы головные уборы. А также товары для красоты и здоровья дома и многое другое, что захочется приобрести как для себя, так и в подарок. Приятное дополнение покупкам станет розыгрыш бытовой техники и подарков с ярмарки, который пройдет 14 октября. Выставочный центр Удмуртия приглашает всех нижнекамцев и гостей города совершить приятные и полезные покупки. На этом моя часть выпуска завершена. Далее вас ждет спортивный обзор от Кирилла Давкаева и прогноз погоды. А я напоминаю, что связаться с нашей редакцией можно по телефону 40 07 70 или через наш сайт, его адрес ntrdfiz24.ru или по номеру ватсап 8 917 9373 077. До встречи. Сегодня в новостях спорта. Армрестлеры выявили лучших на городском первенстве. Реактор перешел экватор выездной серии. Об этом не только сразу после рекламы. Современные модели слуховых аппаратов в центре «Радуга звуков». Незаметные внутриушные для детей и взрослых. Телефон в Нижнекамске 32 33 53. Друзья, открылся новый магазин кожи и меха «Лефур». В честь открытия все норковые шубы от 59 тысяч рублей. Мужские и женские, мутон, дубленки и кожаные изделия по невероятно низким ценам. При покупке второе изделие в подарок. «Лефур». Торговый центр «Олимп». Третий этаж. Зачем искать? Пора брать! В марке «Ночуйкова» Ниссан Кашкай в наличии. Всего от 1 миллиона 49 тысяч рублей. Звони 4 пятерки 3 единицы. Только 10 октября в Татарском драматическом театре на Кайманово 9 меховая ярмарка фирмы «Александровские меха» город Киров. Шапки, шубы из российской норки, каракули, песца и мутона. Широкий выбор, высокое качество. Действуют скидки. Подробности у продавцов-консультантов. На телеканале НТР обзор спортивных новостей. В студии Кирилл Довкаев. Здравствуйте. Хоккейный «Нтехимик» начал очередную домашнюю серию. Сегодня наша главная хоккейная дружина борется с московским «Спартаком». Нижнегамский клуб привез с выезда две победы из трех возможных, уступив московскому «Динамо-03». Отметился только одним голевым пасом в четырех играх Павел Подакин. Но Тремский штаб выразил поддержку новичку. Подопечные Назарова удерживают восьмую строчку «Востока» с 15 очками после 14 встреч. «Спартак» завершил домашнюю серию поражением от «Витязя 2-3». В очном противостоянии команды встречались 18 раз. В десяти играх победа оставалась на стороне «Нтехимика». Причем каждая команда лучше себя показывает на домашнем льду. Будем надеяться, что сегодня Виктория окажется на нашей стороне. Старшие в серии стартовали, а младшие уже прошли экватор. Реактор на выезде в Уфе провел две игры против местного «Толпара». Первая выдалась не самая удачная «Толпара». Победа была нужна, чтобы войти в лидеры на «Востоке». Реактор планомерно набирал очки пятерк сильнейших. В первом периоде борьба за шайбу голами не изменовалась. Во втором игровом отрезке дважды отличился «Толпар». Одну шайбу тут отквитал «Нижникамец» Шамбазов. Уфимцы все-таки выиграли. В третьем периоде сделали 3-1, да так и осталось. Сегодня команды встретились повторно. Счет «Реактор» открыл уже на второй минуте. На четвертой удвоил преимущество, а ближе к концовке «Реактор» ввел уже 3-0. Во втором периоде уфимцы играли активнее, но пробить нашего воротчика им так не удалось. На экваторе периода «Реактор» сделал 4-0. В заключительном игровом отрезке «Толпар» чуть было не совершил камбэк, переиграв наших во всех компонентах. Но забить больше трех шайб хозяевам не удалось. 4-3 победа «Реактора». Теперь об армспорте поговорим. В Нижнекамске на базе спорткомплекса «Ярыж» прошло первенство города по армрестлингу. Рукоборцы официально открыли сезон. Первенство каждый год преподносит сюрприз. Все потому, что этот вид спорта с каждым годом привлекает все большее количество людей. И молодняк уже может дать достойный бой старожилам Нижнекамского армрестлинга. После того, как старики их немного выигрывают на соревнованиях, они уходят, скажем так, на летний отдых чемпионами. А те, кто проиграл, новички, они наоборот усиленно тренируются. И действительно у меня, и у других тренеров по армрестлингу в нашем городе появилось много новеньких, которые дают бой старичкам и посильнели намного. Много новичков. Опытным спортсменам пришлось нелегко, в том числе и уже бывалым чемпионом, таким как Ильяс Гафуров. На пути к республиканскому первенству соперники попались достойные. Ну и новички своих амбиций не скрывали. Главное для них прорваться на республику и дальше. Путевки на республиканское первенство оспаривали и представительницы прекрасного пола. Благо, кандидатуры на попадание в состав сбора Нижнекамска у них были стоящие, молодые и перспективные. Я чисто случайно попала в этот спорт, потому что я пришла с братом привести себя в форму в качалке. Меня тренер позвал побороться и сказал, что у тебя очень хорошая техника и левая рука сильная, поэтому давай в нашу команду, будешь бороться с нами. Первый раз буду участвовать на Татарстане. Ну, страшно, но, надеюсь, в тройку войду, чтобы поехать на ПФО. И мы уверены, прорвется, тем более, что рядом отличные примеры грандиозных взлетов. Софья Волкова, Вальнас Нафиков. Тем не менее, на городском первенстве все регалии остаются за бортом. Сбросить с педестала может любой борец. Вливание новичков, оно в процентном отношении такое же, как и всегда. Как и всегда, потому что у нас меняются года, скажем так, мы, мои спортсмены, либо стареют на год, скажем так, переходят в другую возрастную категорию, но вливание новичков, в принципе, каждый год одно и то же. Полкоманды новичков бывает. Ну, а будут ли в числе призеров в республике новички или бывалые, скоро узнаем. В любом случае, одинаково активно будем болеть и за новеньких, и за опытных, и все они наши. Республику ждем уже в первых числах ноября. В Нижнекамске завершилось республиканское первенство по баскетболу. На паркете первой Дюсша встретились четыре команды юношей до 15 лет. Это четыре сильнейшие команды республики. Команда первой Дюсша Нижнекамска, Набежная Челны и два казанских коллектива. Уник-зюниор Дюсша Вахидовского района. Говорить фаворитов турнира было трудно. Команды такого возраста стабильностью не отличаются, потому результат мог быть самым предсказуемым. Сильнейших выявляли на протяжении трех соревновательных дней. Нижнекамские юноши выступили достойно. По результатам приведенных игр наши парни оказались в тройке призеров. У них бронзовые награды. Первыми стали юниор, вторыми – Набежная Челны. Дюсша Вахидовского района города Казани заняла последнее четвертое место. Нижнекамские волейболистки стали бронзовыми призерами с публиканского первенства, которое прошло в Казани. Команды 2004-2005 годов рождения играли на центральном стадионе. За попадание в призы боролись девять команд. Представительницы Казани, Набежных Челнов, Альметьевска, Зеленодольска, Бугульмы и Нижнекамска. Наш город представляли две команды – Дюсша Батыр. Первая команда в тройку призеров попасть не смогла, хотя и показала высокий уровень мастерства. У нее в итоге пятое место. Второй нижнекамский коллектив по турнирной сетке прошел увереннее. В первой подгруппе выиграл три команды – Казань-2, Бугульму, Набежные Челны-2. Дальше в полуфинале проиграли Казань за счетом 2-3. Ну а в матче за третье место взяли верх над Бугульму со счетом 3-2. Команду бронзовых призеров подготовила тренер-преподаватель Татьяна Мокшина. Ну а на сегодня у меня все. Смотрите далее в эфире НТР прогнозы погоды. Я же с вами прощаюсь и напоминаю, что связаться с нашей редакцией можно по телефону 40 07 70, а также посредством нашего сайта ntrdefis24.ru. До встречи в эфире. Спонсор прогноза погоды – Нижнекамский кожаный венерологический диспансер. Где пройти медосмотр? Где пройти медосмотр? Где же пройти медосмотр? Где пройти медосмотр? Где? Конечно, в НКВД. В жизни главное – здоровье. Согласитесь, господа. И к нему с большого любовью относитесь вы всегда. Все виды медицинских осмотров в НКВД. Шинников 43А. 10 октября в Нижнекамске малооблачно. Температура воздуха плюс 9 градусов. Ветер юго-западный – 5 метров в секунду. В середине недели температура воздуха не будет подниматься выше плюс 10 градусов. Спонсор прогноза погоды – Нижнекамский кожаный венерологический диспансер. Все виды медицинских осмотров, консультация врачей и дерматовенеролога, терапевты, миколога, невролога и других. УЗИ диагностика. Лазерное удаление новообразований кожи. Наш адрес – Шинников 43А. Где пройти медосмотр? Где пройти медосмотр? Где же пройти медосмотр? Где пройти медосмотр? Где? Конечно, в НКВД. В жизни главное – здоровье. Согласитесь, господа. И к нему с большого любовью относитесь вы всегда. Все виды медицинских осмотров в НКВД. Шинников 43А. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова